Сетевой режим Dead Space 2 Сетевые некроморфы делятся на 4 класса Мул, люркер, заглянувший на огонек из вселенной Старкрафт, обладатель собачьей фамилии Шарпей, а также экзотический Нарвал. Мул возрождается быстрее всего. Это проворный карапуз, самый слабый из некроморфов, но он ловко путается у противника под ногами, быстро бегает и постоянно держит напряжение. Если хорошенько разбежаться и прыгнуть на врага, запустится мини-игра. Нажимайте кнопку как можно скорее, чтобы некроморф одолел человека. Даже если Мул в результате погибнет, сам процесс в любом случае надолго займет соперника. За это время могут прийти на помощь собратья по команде. Или же другие люди, которые постараются отбить коллегу. Если ловкий противник отстрелит Мулу голову, не беда, он хорош в бою и без головы. Второй тип некроморфов — люркер — заставит по-новому взглянуть на поле брони. Эти твари могут забираться на стены и бродить по потолку, стреляя по противникам. Как правило, люди готовятся к наземным атакам и не ждут сюрприза сверху. Сам по себе монстр невелик, но его могут выдать характерные длинные щупальца. Шарпей, как это ни удивительно, получил свое имя в честь известной породы собак. Очень уж похож. Быстро разбегаясь, он подлетает к человеку и начинает злостно царапаться. К тому же он плюется кислотой на небольшие расстояния. Когда некроморфы действуют слаженно и нападают всей группой, шарпею приходится очень кстати. Зато поодиночке они не представляют большой угрозы, слишком выделяются. Последний в роду некроморфов — нарвал, самый крупный в этой стае. Он и стрелять умеет, и в рукопашной недурно справляется. Обычно именно нарвал становится первым кандидатом на заморозку и отстрел. Больно, грозно выглядит. Ну а пока люди увлечены охотой на нарвала, другие некроморфы могут проредить их ряды. Игра за людей гораздо прозаичнее. Никаких классов, только несколько видов оружия, знакомых по одиночному режиму и целая куча разноцветных скафандров. Это однообразие скрашивается обилием заданий, необходимых для успеха миссии. Людям предстоит обстреливать важные объекты. Тащить недостающие детали к устройствам. Снимать блокировку дверей на компьютере. Чем слаженнее действуют люди, тем выше их шансы. Держитесь вместе, прикрывайте друг друга, контролируйте разные секторы уровня. Пусть один прикрывает тыл, другой обшаривает темные углы, а третий непрерывно вглядывается во тьму. И тогда появление некроморфов не будет неожиданностью. К сожалению, многое портят досадные мелочи. К примеру, разработчики почему-то решили, что текстовый чат морально устарел. Общаться с командой можно только при помощи голоса. Как результат, пока вы ждете запуска уровня, у кого-то в эфире лает собака, кто-то смеется, а кто-то смотрит любимый телевизор. Кто что хочет сказать при этом совершенно непонятно. Разные языки смешиваются в одну кучу, по-русски можно различить только отборную ругань. В итоге всем хочется раздать кляпы, благо эту возможность разработчики предусмотрели. Выбрать сервер нельзя в принципе. Можно лишь создать игру специально под себя и приглашенных друзей. Либо просто подключиться к уже идущему бою. И если в Left 4 Dead такой подход сработал, то инженерам и некроморфам не повезло. Игра может подолгу искать сервер, после чего извиниться и вернуться в меню. А может статься, что вас отправят второй скрипкой на уровень, где бродит лишь одинокий создатель сервера. Если взглянуть на таблицу рекордов, то тут же становится ясно, что первые места достались нечестным игрокам. Позвольте, они что, достигли последнего уровня и набрали миллионы очков за 3-4 часа? Но особенно наглым товарищам Олимп покорился вообще за час. Разработчики хранят гордое молчание, пока дух соревнования юлой вертится в гробу. Ну и на десерт. Забавная ситуация, которая повторяется в каждом втором матче. Когда игрок подбирает сюжетный предмет, у него на спине загорается синий маячок. И временно пропадает возможность бега. Пока предмет несут до контрольной точки, остальная часть команды защищает Несуна, стараясь окружить его живым щитом. Теперь обратите внимание на следующие кадры. Наш герой подходит к предмету, берет его. И тут... Сим Салабим Ахалай Махалай протонный ускоритель растворяется в воздухе. Синий маячок на спине не загорелся, и предмета у нас действительно нет. Что произошло? Куда он пропал? Никто не знает. Самое смешное, что эта ошибка фатальна. Если она произошла, команда людей может смело вывесить белый плак. Победить в битве уже не выйдет. 60 уровней длинной карьерной лестницы отличаются друг от друга лишь доступными улучшениями для некроморфов и новыми видами оружия для людей. На деле все это мало влияет на игровой процесс. И он практически одинаков как на первом, так и на последнем уровне. Сетевой режим Dead Space 2 не хватает с неба звезд. Как бесплатное дополнение к одиночной игре, он вполне способен заинтересовать на пару вечеров. Однако копировать Left 4 Dead все-таки не стоило, тем более допуская ошибки. Вся надежда только на патчи, которые разнообразят игру и решат проблемы. И может когда-нибудь предметы перестанут исчезать у нас из-под носа. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова